Храм Богоявления или Крещение Господне, да и весь храмовый комплекс в Стародачных Жаворонках, один из самых красивых и уютных в районе, настоящий центр духовно-культурной и просветительской жизни. В День Святых Жен Мироносец сюда отправился благочинный архимандрит Нестор. Богоявленский храм украшают иконы Спиридона Тремифунского с частицей мощей, иконы новомучеников, справа у дивного резного иконостаса мощевик с частицами мощей киево-печерских чудотворцев. За литургией в храме поют сразу два хора, да как, регентовать обоими успевает матушка Виктория. Детский хор, настоящая гордость Богоявленского храма не только постоянно поет за богослужениями, участник и победитель конкурсов, но и рождественские и пасхальные празднования в селе не обходятся без юных хористов. Являя пример сплоченности, жаворонковские прихожане посетили немало святынь в России и за рубежом. Местная воскресная школа трещит по швам, а блюда существующего здесь кулинарного клуба оставляют восхищенное потрясение надолго. Как-то это все стало настолько родным, что даже я, наверное, поставил бы знак равенства между словами храм и дом. Когда я узнал о приезде отца Вестора, в моих мозгах сразу началась ревизия всего. Всего хозяйства, как алтарь в каком состоянии, в каком состоянии храм, в каком состоянии детский хор. Все это началось подтягиваться, какие-то хвостики подрезаться, какие-то наводиться в порядке идеальных, стремление к этому. Вот так мы должны жить ожиданием Христа. В неделю о расслабленном благочины посетил Локотню и основанную в 1877 году каменную церковь. Ее закрыли в 30-е. С годами она пришла в ветхое состояние. С 2002 года священник Андрей Чухнин вместе с прихожанами всеми силами старается поднять святыню. Многие без этого храма не могут прожить ни одного воскресенья, ни одного праздника абсолютно. Если я еще могу по делам поехать в Москву и посетить тот храм, который недалеко от моего дома, то большинство прихожан из Каринского, они живут этим храмом. Впрочем, дело идет нелегко. Зимой коренных местных пенсионеров остается человек 10. Приходская жизнь активизируется лишь с началом дачного сезона. И хоть не узнать сегодня церковь, но сделать еще предстоит бездну. Иконостас в проекте. Воскресная школа возводится. При этом храм по мере сил помогает в строительстве неподалеку пансионата для детей, страдающих ДЦП. Покровский храм в Локотне – настоящая историческая святыня. Осенью 41-го в селе велись тяжелые бои. И колокольня храма в те дни стала нашим наблюдательным пунктом. Как трудно отсюда начался долгий путь к победе, так и храм медленно, но верно обретает достойный вид. Позапошлым году в углу храма на улице нашли человека. До времен войны он как бы убит. Его землей, да, русский солдат. И около храма он так и присыпанный землей лежал. Это было со стороны Покровского храма в углу, как бы в угловой части. Вот консоль Покровского храма. И вот в уголке землей, и земли же было по самые окна насыпано. Был же укрепрайон. А когда постепенно-постепенно снимался грунт для того, чтобы благоустройство наводится, вот был найден, был захоронен на братской могиле, был произведен захоронение. 10 мая отмечена поездка Богочинова в Немчиновку, которую последние годы украшает величественной, видной из любой точки знаменитого подмосковного поселка Христорождественский храм. Пока богослужение проводится в Нижнем храме, посвященном местно чтимому святому новомученику Диакону Елисею Штольдеру. За литургией пел хор Георгиевского собора с участием хора храма. Вся жизнь прихода, занятия воскресной школы проходят в цокольном этаже, в тесноте, но дети изучают закон Божий и все, что необходимо верующему и образованному человеку. Рисуют, поют, устраивают представления. Выпускается своя приходская газета. Тут очень хороший батюшка, очень добрый. И я хожу еще в воскресную школу, тут очень хорошие учителя. Но главное, все вместе, взрослые, дети, батюшка, возводят большой красивый храм, возмещая существовавшие здесь до 1934 года. Визит благочинного, духовная и молитвенная поддержка в большом деле строительства храма. Сделать еще предстоит немало. Верхний храм пребывает в активной фазе благоустроительства, частично расписан. Тело иконостаса постепенно обретает нужные формы. У нас запроектирован дом Причта, по примеру Гребневского центра. Конечно, не такой большой, но немного функциональный. История многих одинцовских храмов трагична. Церковные люди, нередко отдавая последнее, посвящают немалую часть своей жизни восстановлению святынь, чтобы не оставить грядущее поколение вне памяти своего родства. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос воскресе! Ольга Винтер, Одинцовское благочиние. Для телекомпании Одинцова.